В Киеве создана новая проевропейская правящая коалиция, получившая название Европейская Украина. В парламенте нового созыва будут пустовать 27 мест, на которых должны быть представлены одномандатные округа Крыма и контролируемых ополченцами частей Донецкой и Луганской областей. В коалицию вошли пять партий, преодолевшие 5-процентный барьер на выборах в октябре. Это блок Петра Порошенко, Народный фронт Арсения Яценюка, Самопомощь, Радикальная партия Олега Лешко и Батькивщина Юлия Тимошенко. Своим новым спикером Верховная Рада избрала Владимира Гройсмана. На пост главы правительства еще на один срок избрали Арсения Яценюка. За проголосовали 341 депутат, против лишь двое. Вместе с вами, заручившись вашим доверием в качестве главы Верховной Рады, я сделаю все, чтобы Украина стала успешной, европейской, процветающей страной. Слава Украине! Украина! Слава Украине! Итак, новый состав парламента Верховной Рады Украины восьмого созыва начал свою работу. Таким образом, завершена полная смена правления, начавшаяся Евромайданом около года назад. Выборы в Верховную Раду, в которых не смогли принять участие Крым и часть Юго-Востока Украины, стали новой вехой в истории страны. Об особенностях настоящего момента мы беседуем с политическим обозревателем РТВА Марии Гордон. Здравствуйте, Мария. Есть ли сюрпризы в составе новой правящей коалиции на Украине? Здравствуйте, Лиза. Украина, как известно, полна сюрпризов. Для начала человек с фамилией Гройсман становится спикером парламента. Это достойный ответ некоторым с позволения сказать средства массовой информации, которые упорно называют киевское правительство фашистским. Более того, Владимир Гройсман по ряду источников должен был стать премьером. Таков был выбор президента Порошенко. Впрочем, партия Арсения Яценюка имела столь сногсшибательный успех на выборах, что премьерское кресло осталось за ним, вторым ключевым игроком новой правящей коалиции. Отметим, что сейчас действуют конституционные нормы оранжевых времен, и у премьер-министра больше полномочий, чем у президента. У премьера контроль над финансовым блоком, Минюстом, МВД. Однако, как считают обозреватели, Порошенко это не Ющенко, который весьма слабо сопротивлялся своему премьеру, Юлию Тимошенко. Он-то, как говорится, обложит Яценюка своими людьми, и за него беспокоиться не стоит. К тому же Яценюк не пойдет на открытое противостояние с президентом. Это не в его стиле. По мнению экспертов, для Порошенко свой человек на посту спикера – это тоже серьезный бонус. Да и Гройсману спикером быть престижнее, чем первым вице-премьером у Яценюка. От председателя Рады зависит, какие законы принимаются. Без его подписи законы не идут к президенту. У спикера большие лоббистские возможности. Мы так подробно останавливаемся на возможных противоречиях между главными лицами государства, потому что сам этот факт говорит о том, что Украина движется к европейской модели конкурентной политической борьбы. И это безусловный плюс. Еще один сюрприз сегодняшнего заседания Новой Рады – президент анонсировал привлечение иностранцев во власть, вплоть до министерских постов. Как выразился президент, у иностранца сразу будет преимущество – отсутствие связи в украинской политической элите. Никому ни кум, ни сват и ни брат, как сказал Порошенко. Сейчас можно только предполагать, кого Петр Порошенко собирается пригласить в качестве беспристрастного варяга. Это будет дополнительным сюрпризом. А вот вполне ожидаемым заявлением было решить на утверждение Петра Порошенко против федерализации страны. Сто процентов украинцев сейчас за объединенное государство, за единую страну. Конституционное большинство украинцев видят свою страну как унитарное государство. Никакой федерализации. Он также дал понять, что милитаризация украинского общества будет расти наряду с военными ассигнованиями. Призыв в армию сохранится, а в школах будет введена военная подготовка. Сегодня он также подтвердил намерение Украины возвращаться к курсу на НАТО. По его словам, внеблоковость Украины не смогла гарантировать стране безопасность и территориальную целостность. Впрочем, он добавил, что вопрос о вступлении в любой альянс будет решать, конечно, украинский народ. Как мы помним, министру иностранных дел Германии не понравилось аналогичное заявление Украины на этой неделе. Франк Вальтер Штайнмайер посчитал, что не стоит слишком дразнить российского медведя. Впрочем, настроения в современном мире достаточно быстро меняются. Нам предстоит еще много политических неожиданностей. Лиза. Спасибо, Маша. С нами была политически обозначена.